В этом году право первым открыть благотворительный марафон «Подари детям радость» выпало 28-му почтовому отделению города в микрорайоне «Восток». Более того, старт акции совпал с днём подписчика, поэтому неудивительно, что в этот день было многолюдно. Заплатить за коммунальные услуги, купить конверт или оформить подписку. Не важно, зачем именно пришёл клиент. Важно, что почти каждый принял участие в благотворительном марафоне. Очень часто в суете дней, в заботах, в каких-то своих личных или семейных проблемах мы забываем, что есть люди, есть дети, которым наша помощь очень важна. Подарки, внимание. Кстати, очень мы благодарны нашим работникам почты, что они дали нам тоже возможность проявить эту заботу. Такие акции надо организовывать чаще, в публичных местах, будить нашу совесть гражданскую. Помимо того, что работники участвуют в Брестскую филиалу «Рубилпочья» в благотворительной акции, мы всё-таки решили привлечь и наших клиентов. Клиентов в городе, которые, посещая наше отделение связи, смогут также принять участие и своим тем вкладом, который возможен каждому, привнести в общее дело. Потому что, конечно, очень жалко тех детей, которые не имеют возможно в полном объёме тех возможностей и хочется хотя бы к такому праздничному дню, как Новый год, где, конечно, все и взрослые, а дети уж тем более ждут каких-то сюрпризов, каких-то подарков. Для участия в новогодней акции посетитель должен был выполнить ряд нехитрых действий. Купить блокнот, игрушку или сладкий подарок и опустить его в общую корзину детских сюрпризов, которые затем получат особенные дети, нуждающиеся в тепле заботе и, конечно, вере в чудеса. А когда им не случаться, как не под Новый год? Жертвуя ребёнку тот или иной сувенир, участник акции своим поступком дарил ребёнку радость. Помощь в этом благом деле оказывали волонтёры, которым, кстати, долго людей уговаривать не приходилось. Посетители охотно шли на контакт и принимали участие в мероприятии. Когда узнала, что такая акция будет проводиться, с удовольствием согласилась, потому что для меня это важно, хочется помочь людям. Ты знаешь, что существуют семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями, тяжело больные. И хочется хоть какой-то вклад, хоть малейший вклад внести в доброе дело. Я считаю, что эта акция очень нужна деткам, потому что, насколько люди, они сейчас все заняты, кто-то куда-то спешит. Мне кажется, редко люди посещают детские дома. И мне кажется, это очень неплохая возможность, такой радость доставить детям. Уже завтра подарки будут переданы в общественное объединение «Особое детство», волонтёры которого затем отвезут их в детские дома области и города. Акция «Подарить детям радость» продлится вплоть до Нового года. За это время она будет гастролировать по отделениям почты областного центра, что, в свою очередь, даст возможность каждому принять участие в добром деле и подарить ребёнку настоящий новогодний праздник.